Приветствую вас. Давайте сначала разберёмся с тем, почему вы вообще оказались в этой ситуации. В такой ситуации. В такой немного странной ситуации. Для себя. Конечно. Давайте мы для начала с вами разберёмся с тем, по какой причине было позволено мужчине, да, ну вот. Так себя вести. Соответственно. То есть, он вам изменял. Ага, с этим, в общем и целом, никто не спорит, что он вам изменял. Ага, он плохой, ну или, по крайней мере, не уважает вас. Это понятно. Но, но, вы же ему позволяли это делать. Вы же ничего не делали, ничего не предпринимали, чтобы он, ну вот, перестал, чтобы он перестал себя так вести. Вы просто снова и снова верили в то, что он, грубо говоря, перестанет это делать. Вы злились на него, вы обижались на него, но вы при этом оставались с ним. И вот вопрос к вам, по какой причине? По какой причине вы оставались с ним и продолжаете оставаться с ним? Для чего, зачем? Это первое. Это первое. Второй, второй важный момент, второй важный момент касается вашего желания. То есть, вы вообще как хотите его прощать или нет? Вам вообще чего хочется самой? То есть, если вы хотите его прощать, например, то это одно дело. А если вы не хотите его прощать, это совсем другой аспект. Понимаете? И тут мне кажется, что нужно обязательно разобраться сперва именно с вашими желаниями. То есть, вот, чего хотите вы сами? Хотите простить? Поможем. А если, допустим, прощать не хотите, да? Ну, допустим. Что, хорошо. Но, тогда, к чему, к чему вопрос? Ваш. Вы, вы задаете вопрос тогда, к чему? Если вы не хотите его прощать. Получается, что вы в некоторой степени не свободны в своём выборе, в своём, может быть, решении, да, и так далее. Вот. Если так, то это тоже нужно исследовать. Конечно. Вот. Дальше. Что есть в прощении? А прощение есть принятие. То есть, если вы принимаете, понимаете, например, человека. То есть, вы не хотите понять, например, а почему он поступил, допустим, именно так, а не наше. Вот. Его нужно принять. Простить значит принять. Ага, для того, чтобы понять нужны средства. Нужны средства. И средства, в первую очередь, нужны вам. То есть, вам необходимо эти средства себе найти. Вам необходимо Отыскать в себе возможность простить человека. Вот. И увидеть, что мешает его простить. Если вы хотите. Мешает, как правило, только одно. Это перенос на себя. То есть, проецирование. Обратное проецирование. Обратное проецирование. Мешает. Как правило. То есть, вы считаете, что он изменяет вам, потому что проблема в вас. Вот. Ну, вы, собственно, даже, вы, собственно, даже злитесь по этому. По этой причине злитесь. Потому что вас задевает его поведение, его позиция, его выбор, его действия, если угодно. Все это вас задевает. Вопрос заключается лишь в том, как, чем вас задевает его действие. И вот именно возможность Отграничить Свою ответственность и свое восприятие себя От его ответственности и его восприятия вас И является тем, что позволит вам его принять. То есть, сказать себе, перевешивают ли По вашему мнению Его хорошие, его хорошие стороны Негативные Или не Или нет Если не перевешивают Если Если Ситуация Такая, что Вы считаете, что он Перешел Черту Перешел град В таком случае Вам, конечно Лучше бы С ним разойтись Вот Ну Просто потому, что Иначе Вы Себе Друг другу Не дадите Житья Вот Но Если Вы считаете, что Плюсов У него Все же Больше То Настоятельно Рекомендую Вам Обратить внимание Именно на То Как Вы Воспринимаете Его Поступки И Подумать Как лично это взывает вас Вот Еще раз повторю Если Вы Не свободны В своем Желании Его Прощать Вот Если Вы не свободны В своем Выборе Его Простите И Если Вы Не Отдаетесь Себе Отсчета В том Что Это Вы Выбрали Его Таким И Продолжаете Выбирать Каждый день То Это Просто Ваш Выбор И Весь вопрос Хотите ли Вы с ним быть Или нет Вот Без этого Простить не получится Потому Что Без этого Попросту Не Будет Необходимых Средств Для Того Чтобы Человека Простить Вот Вот Это То Что Можно Вам ответить И По большому счету По большому счету Прощение Вот Именно Прощение Да Оно Нужно Ведь Только Для Того Чтобы Человек Как бы Подтвердил Что Он Например Ну Например Больше Так Не Будет Что Чтобы Вы Увидели Например Что Он Действительно Раскаивается Что Он Действительно Не Хочет Повторения Такой Ситуации Только Для Этого Нужно Прощение И Потому Если Вы Видите Что Его действия Действительно Указывают На то Что Он Поменяет Свое Поведение Причем Его действия По отношению К вам Не Пятикратный Намаз Да Не Раскаяние Вот На это Все Я Крайне Не Рекомендую Вам Покупаться Потому Что Легко 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 На эти вещи Все Повестись Но Нужно Понимать Самое Главное Что К вам К вам Это Все Отношения Никакого Не имеют Товарищ Товарищ То есть Его Намаз Пятикратный Именно Именно К вам Отношения Не имеют Понимаете Это Это Такой Аспект И второй Аспект Если Вы Сами Ничего Не будете Делать Менять Если Вы Сами Не будете Ничего Менять В Своем Отношении К мужу Потому Что Все Таки За Измену Ответственный 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 Нет Не Только Он Но И Вы Тоже Все Таки Ну Я конечно Не Знаю Готовы Или Вы Это Принять Или Нет Но Но Тем не менее Тем не менее Если Вы Своего Отношения К мужу Не Измените То Я боюсь Что Значит Ну Может Быть Так Что Он Уйдет Еще Глубже В Религию То Опять же Вам Вряд ли Пойдет На пользу Вот Если Вы Хотите Чтобы Он Был С Вами Вот Что Нужно Постараться Дать Ему То Что Он Получал От Ну Вот Собственно От Собственно Своих Любовных Без Этого Его Измены Скорее всего Может быть И не продолжатся Но Ментально Он Будет Изменять Вот Здесь Вам Опять же Если Вы Хотите С ним быть Да Здесь Вам Нужно Подумать О том Что Именно Вы Можете Сделать Для Того Чтобы Он Больше Не Изменял И Почему Он Начал Изменять Вообще Вот Какую Вы Роль Сыграли В этом Что Вот Я Полагаю Что Это Тоже Очень Важный Момент Вот Ну Если Если Вы Действительно Хотите Ситуацию Как-то Вот Исправить Я так понимаю Что Вы Достаточно Религиозной В стране Находитесь Вот Поэтому Я Думаю Что Нужно Конечно Оглядываться И На Эм 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 Ситуацию В вашей Эм Вашей В вашей стране Пребывания Вот Потому что Ну Понятно Что Эм Эм Нельзя Вести себя Просто Вот Как Как будто Ничего не было Это понятно Но Но Все же Если Вы Не будете Уважать себя То И Мужина к вам Относиться Будет Тоже Постольку Поскольку Вот И Ничего Хорошего По итогу Не получится На этом Пожалуй Можно Закончить Мой ответ Я Надеюсь Что Он Был полезен Для вас Вот Опять же Хотел бы Обратить Ваше внимание На то Что Вы Не задаете Вопрос Свой То То есть Ага Вы Обрисовали Проблему Свою Вот А Значит Проблема Действительно обрисована А А Вот Вопрос 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 К Психологу Нет И Это Конечно Тоже Навивает Нам Мысль О том Что Может быть Может быть Вы Не Так Уж И Настроены На То Чтобы Муж Обращать Может быть Вам Вам А Вот Вашей Позиции Удобно Ну Или Если Неудобно То Хотя бы Хотя бы Привычно Вот Потому Что Ну Вы Привыкли На него Обижаться И Если Вы Сейчас Вдруг Предстанете Что Делать То Придется Менять Что Вот Ну Ваши Ваши Образы Жизни И Поведения Вот Поэтому Я полагаю Что Тут Точно Нужно Набрать Вот Если У Вас Остались Дополнительные Вопросы Вы Можете Задать Мне В личку Я Буду Рад Помочь Вам Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Я Желаю Вам Удачи И Всего Самого Доброго Доброго